Ежегодно 22 июня чтут память тех, кто так и не вернулся с полей сражений. Когда отца Юлии Шлаитовой призвали на предвоенную подготовку, ей было всего 10. Маленькая девочка была уверена, что провожает папу на три месяца, но так больше его и не увидела. Ему Юлия Павловна посвятила стихотворение. Был май, был май, жара, душистых лип цветенья, Ещё не пахло в воздухе войной, когда отца призвали на ученье. Так навсегда расстался он с семьёй. Ведь через месяц над страной летела ужасная, жестокая война. Над нами сразу солнце потускнело. Тот час же всколыхнулась вся страна. Саровчане собрались у вечного огня, чтобы отдать дань памяти погибшим. Пришли сюда сегодня, несмотря на аномально жаркую погоду, ветераны и дети войны. Многие из них о тех страшных событиях знают не понаслышке. Война оставила свой кровавый след на судьбе многих семей нашего города. Когда приезжали каратели, там железная дорога шла рядом, и очень часто останавливались поезда. Каратели, эсэсовцы, они были очень жестокие, даже по сравнению с полевыми войсками, с пехотой, которые стояли. Мы сразу же расстреливали всех мужского пола, особенно кого увидят. Застрелили моего брата двоюродного, 15 лет ему было. На улице прямо спасти не удалось. Об этих событиях Жанна Дмитриевна написала в сборнике воспоминаний детей войны. Четвертая книга вышла в свет в этом году и посвящена трагической дате – 80-летию начала Великой Отечественной войны. Организация детей войны в Сарове начала свое существование в 2014 году. В нее вступило 8,5 тысяч человек. Сегодня детей войны менее 5 тысяч. Вот так вот уходит наше поколение. Поколение – это последние свидетели Великой Отечественной войны. Участников войны в нашем городе 22, и то почти что все лежат уже. Тружеников тыла у нас, правда, 400. Нет, да, тружеников тыла 400 человек. И вот мы последнее поколение. Представители Совета ветеранов РФИАЦ ВНИЕВ, Городской организации «Дети войны» и Совета ветеранов Сарова стройной колонной прошли от памятника танку ИС-2 к мемориалу «Вечный огонь» для возложения цветов. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. 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 Продолжение следует...